Так, друзья, с нами Бахаджан Копаев, лидер интернационального движения Казахстана. И сегодня мы будем говорить о интернациональном движении Казахстана. Что такое вообще интернационализм? Ну, мы уже не раз говорили, вообще интернациональное движение, оно появилось не спонтанно. Это я же уже говорил в комментариях других, во всех СМИ, которые брали за последние 10 дней, мы, по-моему, 8 публикаций делали в разных СМИ. Всех интересует именно этот вопрос, как оно появилось, что побудило для того, чтобы пошли. Я как общественный, а чуть ли не с 2006 года мы работаем, но сфера деятельности была в другой. И поэтому где-то в 2014 году, когда произошли те события, которые произошли в Украине, они прямо взбудоражили и наше общество. И до этого уже, это я субъективно свое мнение говорю, до этого натравливаемое Турцией русофобское настроение, она уже была нагнетена. И поэтому я в это время, до событий Украины, конечно, боролся против турецкого влияния в Казахстане. К этому моменту были созданы много тысяч там разных групп, сайтов, пан-тюркийских и других там, одним словом, объединений и тому подобное. Цель вроде бы была такая благая, объединение всех тюркских народов. Но в то же время, я как историк-тюрколог сам, находясь в этих сайтах, там ВКонтакте, везде они были, во всех сетях. Я обнаружил, что их цель совсем не дружба народов, это натравливание против России всех тюрков. И это, ну, такие гнет там, геноцид и тому подобное. В то же время Турция сама страна, которая произвела геноцид против армян, я признаю этот геноцид, потому что цивилизованными странами всего мира это признано. И в это же время пытается набросить тот ярлык на нашего соседа северного, Россию, и это хочет сделать руками казахов, Казахстана. Ну и, конечно, казахов. Я не думаю, что там были кто-либо, кроме казахов. Я понимаю молодых людей, которые горят именно этим объединительным процессом, где, например, пантюркиевские идеи, где общий предок, кто-то, кто-то. Но я уверяю вас, я раньше был той ликвидированной политической партией Аделет, справедливости, да, и эта партия имела контакты с туркиевским партией Джумхрет. Это вот в основном там представители племени Айдын турецкий. Турция тоже делится на племена, 18 племен. И ребята Айдынцы, они измиры, они всегда говорили, противопоставляли себе Эрдогановской партии справедливости и развития. И, естественно, они рассказывали, аж с 2002 года они предсказали буквально все, что случится. Они предсказали еще тогда то событие, которое произойдет в Сирии. Но, к сожалению, эта партия исчезла. Я был свидетелем похорон этой партии. Мы его объединили с партией Руханьяд вместе и создали новую партию Берлик. И я был, по-моему, единственный, может быть, еще кто-то был, который проголосовал против этого объединения. Но, не уходя от темы, я скажу, да, я иду с глубин. И я был противником того, чтобы наш Казахстан вовлекали в какие-либо конфликты. Понимаете? Ну, и в 2014 году, когда произошли эти события в Украине, тогда казахстанский сегмент интернета, она буквально взорвалась. И вот это вот подготовленное, когда, например, Турция постоянно, турецкие, например, пропагандисты вливали в головы наших ребят, которые учились в казахско-турецких учебных заведениях, высших начальных и тому подобных, да, средних, вливали в головы. Заливали, говорили, что брат настоящих казахов это Турция, что они ее первыми признали и тому подобное. Ну, вот это признание они ставили себе заслугу. Вы знаете, да, Турция также первыми единственными признали Северный Кипр, и Кипра от этого счастливой не стала. И во всем мире гегемон страна это Америка. И если Америка не признает какую-либо страну, у этой страны будущее очень туманное. И мы должны признать, что Америка диктует. И если бы Америка не признала Казахстан, то признание Турции ничего бы не стоило, как Северный Кипр. И поэтому я всегда очищал вот этот вот муть для молодежи, я пытался объяснить. Но я заметил, что самые агрессивные в сети сидящие молодежь, они, этих пан-тюркистки, они почему-то находились в Америке. И оттуда они нас учили, да вы ошибаетесь. Вы же знаете, сейчас молодежь не тот, который в советское время был. Уважение к старшим это слабенько. Я имею в виду в сети. В жизни очень другое. Я вчера, например, специально сел 74 маршрут автобус. Я хотел посмотреть, действительно уступает молодежь или нет. Я взял интервью там внутри. Я был приятно удивлен. Я проехал пока от улицы Абая до Янгишахара. Я был просто супер удивлен, как молодежь встает, уступает наши места и тому подобное. То есть, эта традиция есть. А в интернете нет этой. Традиция, потому что нет физического соприкосновения, и молодежь там хамит самым жестким образом. Люди постарше воспитанные, они пытаются держать именно, скажем, субординацию, да, но молодежь нет. И вот я заметил, что они пихают, пихают постоянно. Враг у нас Россия, враг у нас Россия. Слушайте, у нас с Россией подписаны договора о пожизненном дружеских отношениях. Вечной дружбе договор. Такие же, как с Узбекистаном и со всеми остальными нашими соседями, да? Ну, с Китаем я не знаю. И мне это не понравилось. Хотя я всю жизнь учился только в казахских вузах, закончил школу на казахском, техникум, институт, университет, магистратуру. Все я учился только на казахском языке. Но я признавал именно право русского языка в постсоветском пространстве. Это язык, который связывал нас всех друг с другом. И на основе этого я противостоял этим пан-тюркийским движениям, которые уже начали восхвалять там серых волков, или как они мчают, и других турецких этих, ну, этих маргинальных движений. По тихоньку в 2014 году это перешло уже на просторы нашей страны. И я заметил, что уже здесь влияли очень сильно уже украинские граждане, да, которые влияли. Украинские вообще, я не считаю, я даже считаю, что государство вмешивается во внутренние дела. И они начали массово натравливать наших казахстанских граждан против России. Кого они будут травить? Естественно, казахов. Припоминая, что русские якобы то, якобы все сделали с нами. И, конечно, президент тоже дал повод пару раз своими высказываниями, сказав, что мы были колонией, мы пыль глотали и тому подобное. Неуместны были эти слова, я считаю. И каждый этот намек давал повод для того, чтобы наши националисты, радикальные националисты, почувствовали безнаказанность. И ваханалия пошла. Первая рубка пошла в сети, естественно, это Фейсбук. Фейсбук вообще это очень политизированная сеть. Там, я вам скажу, я может ошибаюсь, но в Фейсбуке сидят люди, которые намного грамотнее, чем в других сетях, намного образованнее. Но в то же время самые хамы тоже там есть. И в этой сети социальной пошла вот такой раздрай, пошел, да, раздрай. И люди начали делиться. Естественно, я всегда говорил, что национализм большинства, если она радикализуется, она спокойно перейдет в шовинизм, а дальше уже до фашизма рукой подать. Но в ответ этому всегда есть национализм меньшинства. Меньшинство не будет молчать, чтобы их травили или там уничтожали. Меньшинства тоже начинают организовываться, уже закрываются свои субкультуры. И оттуда не будут выходить, уже мы не будем иметь доступа, о чем они думают. А в самом деле так и есть. Я знаю много таких закрытых групп, представителей разных диаспор Казахстана и национальных меньшинств, да, и народов. У них есть свои группы. И они обсуждают, обсуждают буквально все про нас. И национализм меньшинства, она в ответ к национализму большинства всегда идет сепаратизмом. Ну, о чем может человек? Вот представьте, вы живете в большой семье, вы унитаете своего младшего брата или сына постоянно. Единственное, о чем он будет думать, уйти от вас. Это и есть сепаратизм. Так зачем нам создавать сепаратные движения? Ведь государство Казахстан-то унитарное. Я это признаю, я люблю свою родину. И я решил противопоставить этим движениям. Мы занимались общественной деятельностью, но походу мы начали брать на себя ответственность из-за этого. Я извиняюсь в ваших друзей и слушателей, потому что я просыл немножко. И пошло движение. В этот момент, в 2014 году было движение антифашистов Казахстана. Они пытались противостоять. Но, честно скажу, они развалили это движение, показали слабость свою, что они неосознанно собрались, а пытались в виде реакции радикальному националистическому движению собраться. И распалось это общественное объединение, и финансовыми не хватило, и все остальное. Я, как член бывшей партии Аделет, я знаю, что, да, финансы решают, но ни одна партия на земле, мы увидели вот по распаду Совета Союза, ни одна партия на земле не имеет такой силы, как та партия, которая создана по идеологическим соображениям. И наше интернациональное движение, оно единственное движение, которое создано по идеологическим соображениям. Я имею в виду в хорошем смысле. Вот, конечно, есть, конечно, идеологические, например, радикальные движения, они тоже собираются, им не надо платить, они сами организовываются. Но радикализм, это радикальный национализм, сейчас уже несколько форм национальности есть, начинают рыбить, это уже хорошо, значит, у нас ученые все начали работать, политологи и остальные люди, да. Радикальный национализм страдает тем, что туда в основном примыкают неокрепшие умы. И кто становятся их жертвой? В качестве жертв они берут разных национальных меньшинств. Вот, например, выступление лидеров радикальных движений, когда они требовали закрыть все школы, это значит, кроме казахского, это значит, они хотели закрыть русских школы, школы на узбеков, уйгоров, таджиков, еще кто там есть, да. Ну, я был против. Я наоборот предлагаю всегда, чтобы Казахстан, вот, например, наши националисты говорят, вот, Советский Союз ущемлял наши права, закрывал школы, создавал там, как его, казахам ущемляли, а школы не открывал и тому подобное. Я говорю, если вы критикуете Советский Союз, хотя это неправда, так возьмите себе, откройте наоборот, докажите, что вы лучше, чем Советский Союз, и откройте новые школы на языке Дунган, у нас же есть, например, эти моноциональные мишицы, которым 100 тысяч и больше, на языке татар, татарские школы, почему нет у нас? Почему нет у нас азербайджанских, турецких школ? Ведь много у нас украинских школ, почему нет? Давайте откроем, и мы покажем, что мы действительно толерантная, супертолерантная страна, суперинтернациональная, и мы заботимся об этих малых народах, независимо от того, что у них есть историческая родина или нет. У нас есть такие малые народы, как ассирийцы, оригиналы, которые потомки Иисуса. И давайте о них тоже заботиться, потому что они заговорили, кто на русском, кто на казахском, забыли свои корни, и это, конечно, интересовало очень сильно. И я вошел, я не организовал это движение, это движение уже было, ребята присматривались за мной, и в каком-то этапе меня пригласили, Николая пригласил, вот я спасибо ему скажу, алматинский. И я вошел в движение, они, оказывается, меня уже год мониторили, убедились, что я идеально стою крепко на своем, и потянули. Когда я вошел в это движение, я убедился, что их там ни 100, ни 200, ни 500 даже. Но не 1000, конечно, было. И я предложил свои предложения, которые из опыта предыдущей партии, как это работало. И, естественно, я вам честно скажу, внутри этого движения тоже были ребята, в основном представители неказахской национальности, которые тоже шавинистически против казахов были настроены. Это не секрет. Мои друзья сейчас увидят, они подтвердят, были. Ну, немного было. Были. Я понимаю этих людей, потому что в ответ против радикальных шавинистов казахских, они тоже стали шавинистами. Но, ну, меня как удивило, вот, например, один из близких друзей, да, сейчас тоже, она не обидится, я думаю. Я защищаю их от русофобии, в то же время, оказывается, некоторые наши члены страдали с синофобией. И это меня не устроило, как интернесса. Я говорю, ребята, как это так? Вы сами страдаете от русофобии, когда вас притесняют. И в это же время вы становитесь синофобией. Нельзя так делать. Нельзя испытывать ненависть и фобию по отношению любой нации. Я знаю китайский народ, я работал, хочу сказать спасибо Ван Джинджану, он меня ознакомил с китайской культурой, мы с ним работали долгое время, я ездил, изучал. История, между прочим, Казахстана там лежит, многие не знают, Гянсу, Шэнси, Нинсахуэй, вот там лежат истории прежних наших племен. И я видел, что в Китае есть такие люди, которые творят такую, например, скажем, человечные поступки, которые, я скажу, в Казахстане еще никто не делал. И об этом пишут многие СМИ, как женщина находит, конечно, и хорошие, и плохие есть. Я говорю о хороших, поэтому я бы не стал говорить о китайцах. И тем более, тем более, после издания книги такого политического деятеля, казаха, кстати, китайца, да, Ахпар Мажит, он издал книгу Мухали, я профинансировал, кстати, 10 тысяч экземпляров этой книги, я был очень доволен. Он из архивов достал. И знаете, что я хочу сказать, братья казахи? Вот Мухали показал, что многие племена казахские, они есть и в составе китайцев. Например, такие фамилии китайские, как Бай, Джу, они принадлежат определенным казахским родам, которые здесь, среди нас есть, там, Киреи, Найманы, Жалаиры и там подобные, да. То есть тот же Найман есть среди казахов, среди монголов, среди узбеков. Найманы же это самое популярное, я беру причем, потому что у меня по матери Найманы, Нагаши мои. И я говорю, вот, Найманы есть везде, и они есть даже среди китайцев. То есть есть большинство казахских племен. И представляете, когда вы говорите, нет китайцам, страдаете с хинофобией, вы, понимаете, страдаете тем, что вы испытываете фобию в отношении своих кровных братьев. Да, кто-то, например, те же Найманы, кто-то же стал монголом, кто-то же китайцем, кто-то казахом, а кто-то узбеком. И что ты сейчас, когда ты будешь говорить против узбеков что-то плохое, ты имей в виду, что ты про своего же Наймана там говоришь. Потому что я делал передачу, если вы помните, когда я ехал от Ташкента до Самарканда, все населенные пункты, там Найман Кышла, Сархан, Садр, еще там какое. То есть названиями найманских племен были названы поселки. Это говорит о чем? О том, что Найманы узбекские там живут. И столицей узбекских Найман у них является Укреш поселок. И я когда говорю, ребята, когда вы страдаете фобией против киргизов или против русских, или против казахов, против киргизов, каракалпаков, против узбеков, против китайцев, не забывайте, что есть там кровные ваши братья, когда у вас преток один. Просто так случилось, что одни остались там. Ну, когда империя Юаньи образовывалась, Хабиллайта, например, завоевал всю эту территорию, он же не приехал один туда с шапками. Он привез представителей и наших племен. И они там осели, остались потомки, они расплодились, и вот взяли другое название, но они корни свои помнят. Я вот это хочу, я немножко ухожу, я извиняюсь. И поэтому я в интернациональном движении изнутри, изнутри мы стали исправлять те недостатки, которые были. Те радикальные взгляды, мы начали его сглаживать. Я являюсь одним из, да, часто называют неформальным лидером, я даже в своей группе обращаюсь, говорю, друзья, не называйте меня лидером. У нас есть там реальные лидеры, мощные, интеллектуальные ребята. У нас есть там люди, которые, я же говорил уже, доктор философских наук, академик политических наук. Вот они лидеры. Но я-то, например, отношусь, нахожусь в группе пропаганды и антипропаганды интернационального движения. У нас там от 200 до 300 человек, которые мы сагрессованно, солидарно начинаем работать. Но основные-то наши члены, они вообще в сети не сидят. Есть люди, которые не знают даже про это, просто они душой интернациональны. Но почему мы начали активно работать? Потому что некоторые радикалы из националистических групп начали призывать уже открытые расправы определенными нациями. Ну что будем скрывать? Давайте вот этот Байкен, да, он был осужден, уже суд признал его вину. Он один из главных лидеров этих наших радикальных националистов. Сидит в Америке и посылает сюда розину. Он постоянно требует убейте русских, убейте русских. А вот возмутительным его высказыванием было то, когда он сказал, что есть мясо русятины, ну он так оскорбительно относился. Это не считается каннибализмом. То есть призыв к поеданию себе подобных, но русской национальности. Это было возмутительно. Хотел бы сейчас, Бахчан, на этом как раз таки остановиться, вот на этом высказывании, потому что это вы говорили, по-моему, в последний раз на интервью вместе с госпожой Невской. Да, да. Одному из каналов, это... Российских каналов. Российских каналов, да. Во-первых, сразу же пошли таких луки, что это какой-то там непонятный канал, который пропагандирует вообще, во-первых, какие-то настроения непонятные, во-вторых. Во-вторых, начали поступать обвинения в вашу сторону, что вы обвинили всех казахов в каннибализме. Вот поподробнее расскажите, что вы имели конкретно в виду, потому что я с вами общался, я знаю, что абсолютно не это вы имели в виду. И что ваши слова, по большому счету, исковеркали, либо поняли неправильно, либо вырвались с контекста. Вот поподробнее, что вы имели в виду, когда говорили о том, что, допустим, поедание мяса русских... Да, но это же я не выдумал. Это слова лидеров казахских националистов-радикалов. Он сбежал из Казахстана, получил политическое убедивание, что ли. Он так сам, по крайней мере, говорит, чтобы в Америке сидеть. И оттуда троллит нас. Этот человек судом был признан виновным именно в этих высказываниях своих. Поэтому я не говорил гипотетически о чем-то. Я говорил о конкретном человеке, конкретно виновном, признанном судом Казахстана, его вину. Насчет этого телеканала, или как канал, информационный канал, Ньюсфронт, портал. Ну, я, честно сказать, не знаю, но они работают. Они вышли с предложением. Сначала, оказывается, перепастили наш пост об интернациональном движении, о росте радикальных правых движений в Казахстане, о таком понятии о появлении, как фашизма. И они заинтересовались. Естественно, я был как раз в Караганде. Мы с активом карагандинским собирали, еще свои часы сверяли, и там мы переназначали руководство. У нас там разделили. Анна Невская стала руководителем города Караганды, а Аскар Айсин стал руководителем Карагандинской области, чтобы двоевласти не было. И наш актив проголосовали за это. Демократичным путем все проходит у нас. И в это время как раз так совпало, что этот канал вышел именно в это время. Там, вы видите, они пытаются... Мы сидели в определенном кафе, мы там как раз провели актив эту беседу. И Анна Невская подключилась. Вообще я должен был, я один давать интервью. Подключилась Анна Невская, и мы сказали то, что сказали. Во-первых, этот канал не запрещенный в Казахстане. Во-вторых, это официальный канал, который имеет лицензию на СМИ в Москве. О чем они говорят, это уже другой вопрос. Но мы хотели донести. Я рад этому каналу. Они пригласили нас на большой круглый стол. Но после этого интервью, конечно, националисты пошли жаловаться. И я не скрываю, я же говорил уже, что КМБ сразу начали привлекать нас. И они от и до, мое высказывание, каждую букву, каждую секунду, они просканировали и не увидели там ничего радикального, или же унижающего честь, достоинство казахского народа, или чего-то еще там, да, что бы ни было. Во-первых, я говорил, да, фашисты, я говорил, всегда подчеркнуто говорил, они сами себя, мы говорили о тех казахских фашистах, которые сами себя назвали казахофашистами, которые изобрели из узора национального нашу. Вы, например, казахи, большинство в своем возмутились, когда узоры, кстати, я проверил, между прочим, вот эти вот узоры, которые одела вот эта женщина Черин Нарчаева, да, они были не казахскими. Это было больше похоже на каракалпакские. Поэтому, ну, люди возмутились, говорит. А тут, представляете, берут нормальный казахский, чисто казахский узор, который принадлежен, насколько я знаю, для верхней одежды и головного убора, его сделали свастик казахских фашистов. Мадам Дина так сказала. И этот человек, Маргон, да, Маргон говорит, давайте мы его возьмем, сделаем на шевроны. А потом они говорят, наш конгресс радикальных националистов прошел маршем там, насколько я говорю, да. То есть я сказал, да, об этих казах-фашистах. Потом они зиговали там, начали рассказывать о том, как они зигуют, что они стали уже казахо-фашистами и поддержали их некоторые люди и начали в ответ тоже зиги отправлять. И просят этот лидер, лидер группы пропагандистов, это вот наш главный враг, да, он одел шапку этот, как их называется, фуражку СС, СС или как, я тут не набираю, но там четко есть фашистская свастика. Он с ним сфотографировался. Это раздразнило нас всех. Черин Нарчаева, оказывается, разбудила ненависть во многих людях. И я не понимаю этих людей, да, а как у вас фашизм не возбуждает вас ненависть к такому явлению, как фашизм? И я просто был удивлен. И пошло, мы тогда поняли, что это был последний звонок, сигнал. И спасибо Ньюсфронт каналу опять-таки. Они были единственными смелыми видеоканалами, которые вышли на прямой связи. До этого все боялись. Я говорил, что наш Казахстан аполитичный народ, и они боятся часто сказать смело свои вещи. Но, конечно, я должен признать, что Фейсбук это вот пространство стопроцентно свободы слова. Фейсбук. Ну, до тех пор, пока в вашей аудитории 5 тысяч человек. Как только вы перешли на 10 тысяч человек, уже государственные структуры придут и будут вам говорить, не пиши это, не говори то, и будут наказывать вас. А до 5 тысяч человек это пространство свободы слова. Я, в принципе, уважаю, конечно, их право на самовыражение и нацистов, и радикальных националистов, и казахо-фашистов, которые себя так называют, еще раз подчеркиваю. Они имеют право говорить, но когда вы говорите открыто, призываете к расправе, называют, например, скажем, один из радикалов, лидеров говорит, мы называем каждого, кто любит Советский Союз, с ватниками. И там же он пишет, казахскими словами, ватник Терден Кузен Джо Югарек. Это говорит, истребление. Нихера себе ты, чувак. Ты только вчера одел фашистскую фуражку и сегодня говоришь о истреблете. Да, я советский человек. Я всегда говорил, я горжусь этим. Я гражданин Казахстана, но я советский человек. Это был великий проект 20 века, создание нового человека, тысячелетия. И этот проект удался. Я результат этого проекта. Я советский человек. Я горжусь своей страной, Советским Союзом. Я его люблю. Я не могу очернить. Там мой отец влюбился в мою мать. Там я родился. Там мое детство прошло. Я не могу никогда говорить плохое про свою родину. Это только мерзавцы могут обхаивать своих родителей, своих предков и свою же родину. И что, завтра, например, скажем, постназарбаевский период, вы начнете хаять этот Казахстан? И у вас это бесконечно будет продолжаться. Не должно быть такого. Мы должны уважать то, что есть сейчас и то, что было. Уважением относиться. К казахскому народу никогда не было присущи такие, скажем, манеры, как осуждение своих историй и за счет этого повышение своего авторитета. Это чушь полная. Ну, естественно, когда они призвали истреблять нас, мы собрались, это был жесткий ответ, да, но мы тысячи раз взвесили, мы должны были первые такое интервью дать именно российским СМИ. Потому что угроза националистов была направлена именно против России. Они хотят разжечь на границе России с Казахстаном войну. Открыто они это говорят. У нас есть скрыны, мы выставляем, мы дали сотрудникам КМБ доступ к нашему архиву, у нас есть документ, целый сайт архивов. Дали доступ, мы открыты, я сейчас и заявляю. Сегодня он общался, я с руководством КМБ, в Чемкент они пришли ко мне допрашивать, да, я говорю, вот тебе архив, заходи, посмотри. Я не скрываю, мы, у нас нет никаких тайных сговоров, мы открыты 100%. Наших лидеров во всех регионах начали призывать, конечно, Анну Невскую КМБ Караганды призвала. И наших других лидеров во всех областях начали призывать, городах, и пошли, и не было никаких зацепок, чтобы обвинить нас в чем-либо. Мы за общечеловеческие ценности, мы за дружбу народов. Я против того, чтобы казахи были выше, чем другие нации. Я сам казах, 100%. И я против того, чтобы возвеличивать свою нацию, унижая других. Когда вы говорите, что вы не унижаете, нет, вы лукавите, вы унижаете, или вы не догадываетесь, такие дебилы, что вы не, когда говорите, мы казахи такая, мы казахи то, и не говорите, а других плохое, это не значит, если вы поймете правильно, если вы не дебилы, вы унижаете другие нации. И, конечно, меня возмутило в том же числе, в том числе, вот, например, все националисты, радикалы и казахофашисты, например, ссылаются именно те указания в законе, когда говорят, что земля Казахстана это исконно казахская земля. Этот канал Басе радикальный, да, они, когда вот с армянами произошло эти события, они именно на этом и говорили, это исконно казахская земля. Все нации, говорит, особенно армяне, запомните, говорит, это казахская земля. Что за слово? Я после этого сделал пост, я там рассказал про все племена казахские. Вот мое племя, ваше племя, да, вот Сула, и племена других людей, они почти на казахский язык ни у кого не переводятся. Я имею в виду старшие названия, да, племен. Те же Найман, Кирей и тому подобное. Ничего не означает они на казахском языке. Их надо только переводить. На монгольском языке, 7 родов, Найм, 8 родов, по-монгольски. То же самое, многие казахские племена переводятся только на китайский, табгарский, монгольский в основном и персидский языке. И я говорю, получается мы сначала не разобрались с собой, давайте переименуем себя на казахский лад, а потом начнем двигаться, когда мы кинулись переименовать кого-то, города и тому подобное, и еще просто мы заставляем кого-то быть казахами. Да, между прочим, когда я общался с представителями моего племени из Монголии, они мне назвали, говорят, ты предатель, вы стали мусульманами. Представляете, это часть моего племени, которая в Монголии есть. Бывший премьер-министр, кстати, был из моего племени. И я говорил, дело не в том, что я предал вас во времена Чингисхана и стали казахами. Дело в том, что нас много, например, представителей моего племени, в составе около 18 национальностей народов. То есть мы, входя в каждый народ, организовывали эту нацию. Но от этого мы же свои исторические названия не потеряли. Являемся мы автохтонным в том регионе или нет, это решает уже история. И вот эта вот исконность земли казахской, она меня возмутила, потому что она и подталкивает. Я тогда задал вопрос, я говорю, вот Чемкент, историю если возьмете Чемкента. В 1897 году всероссийский перепис был население. В Чемкенте проживало, если я ошибаюсь, там на несколько человек, вы извините, 11 870 человек. Из них было 7 казахов и 3 узбека, или же наоборот 3 узбека и 190 русских. Остальные все были сарты. Сарты сегодня в составе узбеков. И что, теперь это не их исконная земля. История доказывает, что это исконная их земля. Мы скажем им, квартирантам валите. И когда это слово было написано, я не знаю, я осуждаю это слово, исконность казахской земли, мы предали всех остальных казахов. Каким образом? Когда мы сказали, что казахи исконно проживают только в Казахстане, мы бросили всех тех казахов, которые живут за пределами. И что Тулеби, который похоронен в Ташкенте, значит он получается, квартирант, это не его родина была, не его земля исконная была. Точно так же, если мы хотим говорить, что Тулеби, величайший Би высшего джуза, старшего джуза, похоронен в Ташкенте, это была земля Дулатов и он там похоронен, мы должны тогда определиться, исконная была казахская земля, или же он туда приехал как гость и остался. Поэтому эта исконность, подчеркнутость, она ущемляет права многих народов и дает право казахским радикалам, право на, скажем, превосходство, исключительность. И я, конечно, возмущен этим. Я говорю, как это так? Так не может быть? А вот у меня вопрос, смотрите, Бахчан. Если мы говорим, что неправильно выражать, допустим, свое мнение, что это исконная земля, как мы должны реагировать на, допустим, тех же, допустим, Лимоновщину, допустим, в России, которая говорит, что некоторые северные города Казахстана, это испокон веков российская земля, русские города, как мы должны, допустим, как интернационалисты реагируют на выпадки, вот, допустим, националистов и фашистов, допустим, которые хотят захватить часть казахской земли, казахстанская, вот, россиян. Да. Во-первых, я, например, считаю в этом вопросе, например, Министерство иностранных дел делает свою работу блестяще. Нет, а как, допустим, а быть, вот как интернационалисты? Я как... Да, я, Сула, вот смотрите, извините, мы же интернационалисты Казахстана, мы не интернационалисты всего мира, интернационалисты Казахстана. Поэтому мы говорим о тех вопросах, которые внутри Казахстана, за пределами у меня. Только что мы с вами не хуже, как Лимонов, говорили о том, что казахские земли в Узбекистане, в Китае, правильно? И чем мы отличились от Лимона? Только в зависимости от агрессии? Имеют право, да. Я также говорю, все, кто родились здесь, это их исконная земля. Во-первых, пусть наше правительство или же там власти определяют, когда была нулевая отметка исконности. Когда было это? С какого счета периода мы должны считать? Уйгуры, дунганы переехали сюда 200 лет назад, почти 200 лет, да? Живут здесь. И что, это не их земля? Вот, например, националисты выдвигали идею, чтобы уйгурский район, говорят, переименовать. Почему? Наоборот, пусть будет уйгурский район. Я вообще за то, чтобы все районы местные, да, как, например, Аймахи в Монголии, назывались названием племен. Пусть будет у нас Аймах-Сты, Аймах-Сергели, Аймах-Ошахты, Аймах-Дулат. Мы тогда будем исторически знать, а, дулаты здесь проживали, Аймах-Албанцев, например, признают, не признают, я не знаю, я всегда признавал, что Алмата, это была земля албанской племени. Но сейчас у нас много там, разные мы приехали. Ну, точно так же, чтобы историческая ценность оставалась, можно так отмечать. Но в то же время есть же казаки, есть, например, русские, которые переехали в нашу страну и освоили эту землю, и здесь засели, они здесь есть. Правильно? Никогда Россия против казахов не воевала. Против казахского ханства, казахского государства. Вспомните историю. В 1731 году младшие жители добровольно включились в состав Российской империи. 9 лет спустя, в 1740 году, средний жуз включились, вошли в состав России. Добровольно. Заметьте, добровольно. Две трети казахов вошли. А старший жуз, на самом деле, неправильно это старший, это великий жуз переводится, потому что улу это великий жуз. Великий жуз вошел в состав коканского ханства. Коканцы захватили нашу территорию, и они были там. То есть с этого момента название казахского государства, она исчезла. И когда Российская империя приехала в 1864 году, начала захватывать коканские земли, это не захватывали казахские земли, это коканцы. И они разгромили это коканское ханство. Благодаря их захвату территории коканского, получилось, что мы Алматинскую, Джамбульскую, Чемкенскую, Южно-Казахстанскую область, Южно-Казахстанскую и Казахстанскую область, воткнули в состав Ненечного Казахстана. Если бы, например, все так же осталось, и коканское ханство образовалось бы новое государство, по сути, то государство, которое Мустафа Шухай, например, создавал, это и Мустафа Шухай, по сути, создавал нынешний Узбекистан, со столицы в Коканде, а потом в Ташкенте. Тогда эти земли все вошли бы в состав Узбекистана? Вы бы хотели этого? Ну как мы можем говорить? Россия никогда не воевала против казахской государственности. Не было такого. Я как историк официально заявляю. Но она имеет какие-то империалистические, так скажем, любые страны имеют империалистические свои взгляды на своих соседей. Все. Америка имеет. Ну и Казахстан тоже, по большому счету. Конечно, конечно. Последние выборы в Кыргызской республике, да, это явно показало, что все-таки... Вы с моим пус сняли. Государство все-таки претендует, какие-то все-таки влияния пытаются оказать на тех, на кого может, по большому счету. У меня вопрос такой, Бахачан. Вопрос очень сложный, наверное, языковой вопрос. Ваше мнение, как должен быть языковой вопрос Казахстана, насколько, должен ли быть, допустим, один язык, допустим, главенствовать над всеми языками? Или, допустим, ну вот как оно должно быть? То есть, это же должно как-то вот все-таки, по закону должно быть как-то, расписано на бумаге. Там, допустим, есть у нас много языков, да, то они должны быть прям много языков. Либо должен быть один, допустим, общий, к примеру, образно говорим, это казахский язык. Ну, в принципе, политическую точку зрения, то, что я все-таки придерживаюсь, потому что у нас должен быть казахский язык во всем, да. И я более чем уверен, что, ну, лет 10, 12, 15 мы все-таки к этому приведем, в любом случае. Вот мне интересно ваше мнение по этому вопросу. По вопросу языка очень сложный в Казахстане, да. Я против того, чтобы оставался один казахский язык. Я как интернационалист за то, чтобы в Казахстане было не только казахский, а русский только. Почему? Пусть в уйгурском районе будет уйгурский язык вторым. Правильно? То есть, это как вы видите, допустим, вот законодательно, допустим, вот конституционно, даже так скажем. Конституционно, например, ну, как я вижу, в Конституции четко указано в данный момент. Это нормально, меня устраивает. Там написано, что казахский язык является государственным языком, и в то же время он указывает, что русский язык наравне с казахским. То есть, получается, государство, на уровне Конституции подчеркнули, что второй государственный язык русский. Осталось только официально назвать государственный язык. От того, что даже если будет русский язык вторым государственным, ничего мы не потеряем. Мы и так им пользуемся, как вторым государственным. Мы с вами два казаха сейчас сидим на русском и говорим. Я казахское образование получил, вы русское образование, но мы переходим на русский, мы же не переходим на казахский. Поэтому это язык межнационального общения в постсоветском пространстве. Я же пришел в Белоруссию, я приехал в Украину. В Грузии, конечно, было немножко тяжеловато с русским языком, потому что я не знаю, они специально противно не разговаривали на русском, или же они действительно не знали русского языка. Многие грузины не знают русского языка. Армения, Азербайджан, я везде говорю на, скажем, на русском языке, общаюсь. Хотя я знаю азербайджанский язык, а был в Иране, например, я. Я был в Иране, позапрошлом году наш спортивный клуб повезли, мы первый раз, единственный раз пока. У меня клубный чемпионат мира, и там мы участвовали. И мне не нужен был переводчик. Я знал историю Ирана, я знал, что в Тегеране, Тебризе, там, в этом районе живут азербайджанцы. Я знал азербайджанский язык и спокойно общался в Иране на азербайджанском языке. Мне не нужен был переводчик, ни английский, ни персидский. Каждый второй иранец в Тегеране знал азербайджанский язык. Я говорил, ты знаешь азербайджанский? Он говорит, нет. Он сразу говорит, а вот он знает. А я говорю, все, он переводчик наш. Между теми, кто фарси не знает. Хотя переводчик не нужен был. Но если бы я не знал азербайджанский язык, я мог бы так свободно гулять по Ирану. Я видел бахтярцев, я как историк, тюрколог. Я говорю тюрколог еще раз, я тюркские племена, народы изучал. Я как тюрколог, я знал, что в Иране, кроме тюркоязычных Азербайджан, живут туркмены. Я обожаю этот народ, я служил в Туркмении. Честнее я не был. Я единственным недоволен вот нынешним диктатором, который унижает свой народ. Туркменский народ очень горд, красив и преданный. Блин, вот... Потомки Александра Македонского? Нет, потомки Александра Македонского, это же... Вообще в Восточной Александрии до 20-го года назывался нынешний их Сох, да, город? Это Ленин Абад был, да? Вот он был. Таджики называются потомками Александра. Тадж, тадж, корона. Да, да. И туркмены, это свободный, своевольный, огустский народ. О огустском диалекте разговаривают туркмены, харизмитцы узбеки, азербайджанцы, турки. И, конечно же, некоторые народы в самом Иране. И я знал, что там живут тюркиязычные бахтиарцы. Вот, например, у Лужусь, да, у них символ всех бахтиар. Почему бахтиар? Потому что это племя бахтиаров, когда некогда здесь были главенствующей роль играли. И мы оставили его как уран. Бахтиарцы есть. Там есть Кашкайцы. Блин, вот такой народ интересный, обожаю я их. Я с ними на азербайджанском разговариваю, у них схожи, похоже, они разговаривают со мной, да? Туркмены. И много-много тюркских народов есть в Иране. Но это же благодаря тому, что я знал азербайджанский язык, правильно? Казахским, русским языком я бы ничего не смог сделать. Но точно так же русский язык, если он имеет свой ареал распространения в определенных регионах, почему мы должны это забывать? Вот простой пример, извиняюсь, Бахчан. Смотрите, допустим, встречаются два человека в Казахстане. К примеру, человек, который, допустим, учился и общался до этого периода времени исключительно на казахском языке. И человек, который не знает казахского языка. Оба являются гражданами казахстана. И, допустим, один к другому подходит и просит какие-то там, допустим, услуги оказать ему. Вы говорите сейчас, эти оба человека мы должны подчеркнуть. Это если простые люди или же это радикалы специально, которые ходят? Простые, да? Это, допустим, не те люди, которые специально делают вид, что он не знает либо русского, а тот делает вид, что не знает казахского. Давайте возьмем лучше четко, конкретно, что казах с Китая приехал, да? Вот он точно не знает русский, правильно? Он знает китайский, но не знает русский. И наш местный казах, который кроме русского ничего не знал, они столкнулись. Допустим, не казах. Ну, пусть русские, ну хорошо, русские. Они решили между собой общаться. Если они пришли... Пришел он в ЦОН. К примеру, он пришел в ЦОН. А, в ЦОН, это государственные. Ну, там уже четко все... Там специальные специалисты, если у них есть русскоговорящие и казахоговорящие. Если они, например, в быту встретились между собой, да? Да, допустим, в быту. Они найдут общий язык. Наломан на русском, наломан на казахском. У них не будет конфликта. Если, например, конечно, государственные органы и местные исполнительные органы вы приходите, эта конституция четко написана. Человек, задающий казах на казахском языке, он должен получить информацию на казахском. Опять-таки, китайские казахи, они не умеют читать, писать на нынешнем государственном... Кириллице или же там латинице. Они писали там на арабском, на арабском вязовом. И точно так же, например, если русский приходит, он не имеет право получить информацию на русском языке. А если они в быту между собой встретились, и они найдут общий язык. А если все-таки не нашли, я год назад публиковал и в прошлом году тоже еще публиковал. Я говорил, ребята, вообще вот как в Швейцарии должно быть. Государство не выполняет эту функцию свою. Мы выполняем. И модератором мы выступили интернационалисты. Я дал свой фейсбук-страничку, говорю, звоните через мессенджер, я стану вашим онлайн-переводчиком. Казах, русский, поставь телефон, нажми, я буду переводить. Онлайн. Я готов день и ночь. Меня испытали некоторые люди, ночью звонили, я видел, что они прикалывались, но тем не менее, я выдержанно перевел. Мы сейчас интернационалисты собираем средства и хотим открыть именно там 8, 800, такой номер взять специальный, да, легкий. Для всех казахстанцев, как переводчик, мы готовы профинансировать несколько своих операторов, билингвистов, чтобы они сидели там и начали переводить. Если государство не идет на это, мы готовы идти. Потому что сегодня появились принципиальные люди, которые не знают русского языка, не знают казахского языка. Ведь вы поймите одно, это не явление независимого Казахстана, это и в советское время было. В советское время, в основном, с аулов, с районов, к Советскому Союзу, это свободная, это справедливая страна была. А на аулах казахи, например, учились, или в городах, в таких, например, закрытых городах, где казахи учились, они даже не знали. Между прочим, вот эти преподавания в школах, да, почему я говорю, русский язык должен остаться. Да, в школах преподают английский, в школах преподают русский казахским классом, русским классом казахский язык. Но никто не говорит ни о казахском, ни о русском, ни о английском, правильно? нужна сфера общения да без разницы только 100 предметов в день учи на русском языке ты все равно не заговоришь на русском если не будет среди общения и поэтому русскоговорящие люди дают нам возможность я-то например не учился на русском языке я просто в среде общения научился как говорит на русском языке писать и тому подобное некоторые акты я когда госслуша им по 20 раз писал чтобы рука привыкла и память зафиксировал и поэтому я считаю советское время тоже были казахи приезжали саула с регионов с малых городов большие города а там русскоязычная среда так они не страдали всегда находился кто-то кто помогал переводил вопрос не в самом языке не в самом статусе заворот человечности человека очень правильно конечно я с вами в этом полностью я конечно я например зная что кто-то не говорит на русском и я бы не стал русским языком унижать его я перейду на казахский если узбек я перейду на да это наверное у меня есть узбекский там ульгурские турецкие языки были на обожаю этот азербайджанский язык постоянно говорю я жил вырос здесь поселка тема хатенкопр есть такое название такое смешное до хатенкопр и я скажу там казахско-узбекские школы были живут в основном три национальности азербайджанцы казахи и узбеки но на азербайджанском языке школы не было кстати вот ущемляли их права они должны были учиться именно казахско или на узбекском я столько лет уже обращаюсь города откройте там наконец-то азербайджанскую школу они имеют право учиться на своем языке и вот смотрите не было школы до любой тренский скажет вам подтвердить мы между собой общались на азербайджанском языке казах с казахом говорил на азербайджанский языке понимать сейчас когда я приехал недавно в термине там посмотрел там мойке рустам да привет передаю я когда видел русском со своим родным братом разговаривать на азербайджанском это узбеки да я просто был влюблен в это я вспомнил свое молодость детство красивый язык азербайджанский. Но на их языке нет школы. Ну общались же. Я говорю, узбек, родные братья друг с другом говорят на азербайджанском. То есть это не зависит от, например, национального принципа. Это зависит от человека любви. Если ты любишь себя, ты говоришь на любом языке. Все языки, друзья, все языки в Куране написано, создал сам Всевышний Аллах, Бог. Бог не бракодел. Он не делает один язык лучше, другой хуже. Все, что делает Бог, идеально. И когда ты говоришь, я буду говорить на казахском, или же только на русском, не буду говорить на казахском, да ты совершаешь непростительный грех. Ты, значит, бракуешь Бога. Если ты знаешь, говори. Если ты не знаешь, хочешь, учись, не хочешь. Вот, например, группа интернационалистов. Я уверен, что у нациков нет. Я специально говорю, чтобы у них тоже появились. У нас в группе интернационалистов есть такие языковые группы Чаты и Теляшар. Я не ленюсь. Мои ребята учатся. Например, Анна Невская. Блин, елки-палки, я обожаю ее. Она же, она, вот нацики наши, например, притесняют ее, говорят. Но она, в отличие от вас, вот, например, среди нациков есть много женщин, мужчин, которые вообще не знают казахский язык и не стараются его знать. Но Анна Невская пошла на бесплатные курсы казахского языка. Она закончила, она, помните, она пост свой опубликовала, показала свой сертификат. В казахские курсы ходят. Анна Невская наша тянет других людей своим примером и вводит второй курс сейчас. И это, кстати, критика Акимату Карагандинской области. Почему вы закрыли эти курсы? Я вообще в шоке. Вы, наоборот, должны их открывать бесплатно. Государство обещало бесплатно их делать, а вы закрываете их. И вот Анна Невская тащит других. Так эту женщину надо любить, а не гнобить. Вот, кстати, вот об этом. Смотрите, Бахачан, вот если мы говорим об идеальном интернационалисте, это мы, значит, подразумеваем космополитичного человека, знающего несколько языков, чтобы, допустим, не ущемить права чьих либо, допустим, других национальностей. То есть, интернационалист в Казахстане по большому счету должен как минимум, так, не хочу обидеть другие национальности, знать два языка. Русский и казахский. Это вы к этому говорите? То есть, я прав, допустим, в этом плане? Нет, космополитизм и интернационализм, это разные. Интернационализм, это... Нет, нет, я понял. Но интернационалист, он должен знать как минимум два языка? Смотрите, во-первых, кто сколько языков будет знать, вот, например, даже я не осуждаю тех националистов, которые говорят только на русском языке, не хотят, не хотят они, не могут изучить казахский язык. Это нежелание наше. Это Богом дано. В наших генах так. Кто-то, например, очень к языкам приспособленный, а кто-то точно науки. Я, например, в школе страдал от точно науки, да, математика, алгебра, геометрия, у меня страдали. Я был гуманитарием. Но так как мой дед, мой отец были очень склонны к языкам, да, в моей семье все говорят на многих языках. Но я женился на моей жене, моим детям передались ее гены. Но из пятерых моих сыновей только двое говорят на других языках тоже. Потому что они, а остальные трое у меня точно наукам приспособлены. Я знаю, что они кроме своего родного могут и не знать другие языки. Понимаете? Вопрос в этом. Но это проблема для интернационалистов? Нет, это не проблема. Я же говорю, мы, если ты любишь человека, ты примешь его таким, какой он есть. Я люблю этот народ, русский особенно. Я всегда говорю. Поверьте мне, суров. Любовь, к примеру, к другому, к твоему ближнему, она вообще интернационалист, она должна побуждать к изучению, допустим, его традиций, его языка. Я вот именно это понимаю. А, все, понял. Смотрите, я думаю, некоторые наши друзья пошли учиться казахскому языку, потому что я так думаю, конечно, не хочу, наверное, подтвердят некоторые друзья. Я думаю, что все-таки я тоже повлиял на это. Потому что я всегда говорил, что я учился на казахском языке, люблю русский язык, и наверняка у них тоже ответная реакция открывается. Когда вы пытаетесь кого-то заставить учить казахский язык, вы получите противодействие. Я пойду про космополитичность и говорю. Ну, космополитичность, немножко другое понятие. Немножко другое, но как бы все-таки объявлено. Нет, конечно, если бы я знал все языки мира, я бы вообще суперсчастлив. Ну, хотя я и сейчас счастлив. Понятие счастья, между прочим, тоже химия, она не зависит от нас. Эндорфины. Да. Да, понял. Да. И я хочу сказать, что изучать языки, она не всем дано. В какой среде вы жили, вот, например, живут русские в среде чеченцев, они говорят на русском. Блин, вот по языкам, я скажу, нация номер один, это немцы. Не могу понять, как им удается говорить так чисто на казахском, так чисто на русском, так чисто на чеченском, на всех языках. Это вообще идеальная нация. Не зря я, оказывается, кантайницу же люблю, да? Мой сын учился в МГМО в Москве, я вам скажу такое. Я вообще люблю русских. Русские, я считаю, что наши русские, самые лучшие русские среди всех мира. Согласен с вами полностью, сто процентов. Лучше. Наши русские, это уже не русские, это уже... Это что-то. Это уже абсолютно другое, как цель всего абсолютно. Наши русские, это сверх русские. Однозначно, сто процентов. Я сравнивал наших русских с российскими, белорусскими, ну, белорус вообще, не хочу говорить ничего плохого, это белорус идеальная страна, я люблю эту страну. С украинскими, с другими, да? Наши все равно лучше. И, например, они, наши русские, впитали в себя и казахскую, и узбекскую, и узбекскую, в Караганде, например, немецкую, другие культуры. И мы тоже впитали их культуру, другую культуру. Например, за границей удивляются, почему мы казахи жидкое блюдо любим. Хотя мы всегда ели второе блюдо. Потому что жидкое блюдо, это русская кухня. Мы привыкли, я не могу без жидкого, да, есть ничего, что-либо, сухомятку. И в процессе обмена культур мы обогатились. Насколько, настолько мощно, насколько не обогатились казахи Монголии и Китая. Я уверен в этом. Потому что такого разнообразия культурного обмена у других казахов, даже российских казахов, не было, как у казахстанских казахов. Но, я хочу сказать, что, не но, а вот я хочу сказать, что в этом вопросе, да, вот, который вы задали. Интернационалист это человек убеждения, идеологии. Понимаете, идеологии дружбы народов, да. Но главная наша идеология, мы же, например, не просто там кучка по интересам. Мы, почему хотим сделать общественное движение, а потом партию при России. Потому что мы, у нас есть своя идеология, идеология социализма. Некоторые у нас вообще коммунисты. Мы единственные из наших рядов удалили радикальных коммунистов, которые говорят, давай, революция убивать, то, все, на баррикады. Таких мы удалились. У нас есть умеренные коммунисты, марксисты, у нас есть социалисты, у нас есть вообще без идеологии ребята, которые говорят, да я за дружбу народов. Не все обязаны. Я сам убежденный социалист-демократ, но в рыночных отношениях я придерживаюсь либеральных взглядов. Я сам бизнесмен. Ну, у нас тогда давайте мы завершили. Еще давайте пять минут нашего эфира. Мы очень хорошо сейчас поговорили. Кстати, у меня вот вопрос, вот последний вопрос, наверное, друзья, для нашего... гостя в нашем эфире. Бахчан, смотрите, совсем недавно прошли вот... Трагедия произошла, во-первых, в городе Астана, потом это была Каслорда, если не ошибаюсь, вот буквально два дня вот такие ситуации. Дети погибли. Три мальчика в Каслорде, если не ошибаюсь, пять девочек в Астане. Все это подняло огромную бурю возмущения в фейсбуке. И если я не ошибаюсь, боюсь ошибиться, но впервые была такая большая нота, так скажем, протеста главе республики Ельбаса. С чем это связано, с чем вы вот так вот, допустим, связываете именно вот такую агрессию, вот прям по-настоящему возмущение? Это очень просто. Большая часть нашего населения обнищала. В Казахстане впервые с 2000-х годов обратно пошел рост нищих людей. Беспросветный нищий, есть около двух миллионов по моим расчетам, которые никогда не станут выше, потому что условия таковые, есть бедные, которые средний слой вообще в средние слои она распалась очень быстро. Кто-то стал очень богатым, а кто-то в бедность упали в основной массе. Я уже по славим категориям. Конечно, есть протестное настроение, протестный потенциал есть в этом республике. Народ недоволен политико-экономическими проблемами. Президент сам назвал трусами всех все правительств. Впервые он так оскорбил все правительств. Если там одни трусы, что они могут сделать? То есть социально-экономические проекты не были реализованы. Олигархи не думают о народе. Конечно, народ это знает. Просто мы сейчас с нациками и интернационалистами, вместо того, чтобы заниматься требованием от государства улучшения социально-экономических вопросов, мы занялись между собой. Ну, конечно, мы все равно уделяем. В этом вопросе у нас есть своя экономическая программа. Мы предлагаем всем гражданам, как, безусловно, обязательный доход выделять по 500 долларов. Без разницы. Он родился, с этого момента надо выделять 500 долларов. Пока он не умрет. И пусть государство, школы, институты, университеты, медицины все делает бесплатно. Пусть правительство может распуститься, может остаться один президент. Не надо ничего, потому что народ сам будет все это делать. И будет избирать, и полицию будет избирать. Полиции не надо зарплату выделять, потому что 500 долларов и так есть. Понимаете? 108 миллиардов. Президент, когда говорил, я уже про это говорил, президент, когда говорил, что 500 тысяч тенге каждая семья имеет, он имел в виду 80 миллиардов фонда оплаты труда в Казахстане. А мы предлагаем 108 миллиардов долларов. И, конечно, мы хотим обложить только монополистов, которые богатеют на сырье. Это газ, нефть, уголь. Если вы их обложите большим налогом, мы хотя бы, если пошли на нефть поднимем на российский уровень, да, у нас народ богатеет. Ну, а что толку, что этот олигархи будут богатеть? Надо, чтобы народу досталось. Почему мы их только сырьевые? Я не предлагаю, например, производителям очков облагать. Их вообще надо опустить налог, потому что он может переехать в Узбекистан и там производить. А эти же не уедут. Он же не будет зерно сажать где-то в России. Он здесь. Земля их кормит. Тех, кого кормит, например, олигархов, которые кормят наши недры, они должны платить. Они никуда не денутся. Даже если они будут перепродавать свои активы, францы платят 70% налогов. Почему наши олигархи не платят? Нам достаточно наши народные богатства, которые задаром ушли и поделить оттуда доходы, сверхдоходы, обложить налогами и поделить народом, и народ не будет нищенствовать. Нельзя, мы говорим, вот мы раньше делали и тот проект, и тот. Все проекты, которые вы будете продвигать, они будут критикованы. Только единственный, безусловно, обязательно доход. Все говорили, цивилизованный мир не принимает, а недавно Италия приняла. Вы знаете, да, я уже говорил после ССОЗО. В Италии уже приняли, безусловно, обязательно доход. Но они, конечно, повыше, там 780 евро. Откуда мы взяли 500 долларов? Да потому что Германия бомжам платит 360 евро, и еще бесплатные обитания платят планы проживания. А мы говорим, хотя бы это 360 евро, это 500 долларов. Мы говорим, то, что они бомжам дают, дайте нам, народу. И не надо заботиться, школа пусть будет платной, все будет платной, уходите. Мы сами все сделаем. И то правительство, которое продвигает наши планы, мы готовы поддержать. А тот, который говорит, что не может быть это, не может исходить. Уступи место, мы сделаем. Мы не боремся за место президента. Уступи место, мы тебе придем помощниками, подскажем. Я знаю, я как бывший фискальник, фискальщик, я знаю, что за один день можно создать около, ну, как раньше было миллион, сейчас 800 тысяч рабочих мест. Администрация президента у нас интересуется. Какой проект? Какие умные. Мы там, что вам, просто так скажем? Для этого надо просто в одном законе одну статью вот так повернуть. Конечно, это ущемит права олигархов, но зато с сестром Ситер я соболезнования других, я перепост делал, сам, конечно, лично не говорил, потому что, смотрите, это очень сложная тема. Если вы проявляете соболезнования именно этой семье, тогда вы должны делать всем остальным тоже. В это время в Караганде, в Кызларде там в такой трагедии попали другие семьи. И получилось несправедливость со стороны многих людей, которые проявили живой интерес именно астанинские проблемы, а остальные трагедии, это не люди, что ли? Поэтому, я думаю, в этом вопросе, когда, например, официальные власти обращают внимание и проявляют интерес, мы должны немножко перестать спекулировать этими вещами. Друзья, националисты, интернационалисты, у нас интернационалисты это не делают, потому что мы в своем политическом бюро советуемся, согласованно начинаем работать. У нас несогласованных действий нет. Но других хайп-аджоров, которые делают на этом хайп, я осуждаю. Если вы постоянно, если вы, например, проявили особый интерес, тогда проявите на все остальные тоже. Вот о чем я хотел сказать.